Девушки отдыхают На меня? Не похож Ты знаешь, считается, что каждый художник всегда рисует себя То есть рисует он чей-нибудь портрет, а все равно получается похоже на него, на художника Вот, например, ты знаешь портрет Джок Конды, великого художника Леонардо Давинчи? Посмотри, как она похожа на автопортрет самого Леонардо Автопортрет – это когда художник нарисовал сам себя Так что в этом смысле ты уже художник Хо-хо-хо-хо Да, не получилось Не могло же сразу получиться Учиться нужно Не только писать, читать или считать, но и рисовать На раз невозможно Ну, значит, буду учиться Завтра Ладно, тогда до завтра Ты что, будешь меня учить? Да нет, я и сам не умею Приду посмотреть А давай вместе учиться Давай Ну, пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Привет, друг Давай сразу за дело Кажется, это сон Здрасте Рисовать, в принципе, может каждый Но не каждый – хорошо Надо знать, как хочешь ты Если так Это просто И учиться не надо А вот сейчас ты увидишь Как рисует настоящий художник А так работают красками Если ты считаешь, что это слишком сложно Могу подсказать способ рисования специально для лентяев Вернее, не рисование, а перерисовывание Картинку, которую ты хочешь перерисовать Нужно поделить на клетки Потом такие же клетки начертить на чистом листе бумаги А дальше очень просто В каждой клетке рисуешь то, что видишь в такой же, на готовом рисунке Вот, копия Остается только осторожно стереть клетки Но настоящие художники так не делают Настоящие учатся И самый первый урок – как лучше заточить карандаш Это уже ко мне Али-оп-па Опа Начинать нужно с самого простого Вот гипсовый куб Сделан специально для этого Есть еще гипсовые вазы и гипсовые маски И скульптуры, тоже из гипса Почему из гипса? Да потому что на белом гипсе серые тени Очень похожи на белый лист бумаги и карандаш Ну, вот и готово Машар, ты тоже сможешь нарисовать? Обязательно нарисую Потом я объясню, для чего это нужно Все, шар Как и настоящий Да, очень похоже Кстати, меньше всего здесь нужна я И это хорошо Чем меньше обращаются ко мне за помощью Тем лучше, значит, рисуют Без поправок У хорошего художника кончаются краски Лысеют кисти Стачиваются карандаши А вот резинка всегда как новая А ты уже портрет рисуешь? Да, и как раз хотел объяснить Как это делается Представим, что я в руке художника Вот так А теперь, внимание Видишь? Лоб Нос И до подбородка Лицо делится на три равные части Отмечаем это на бумаге Длину мы уже отметили Теперь посмотрим, какой ширины должно быть лицо Дальше Уже похоже Смотри Я обещал рассказать Для чего нужно уметь рисовать гипсовый шар Вот для чего Лицо Лицо ведь совсем не похоже на кубик У него круглые щеки Круглый подбородок Круглый кончик носа Чтобы рисовать на нем тени Нужно потренироваться на шаре Вот и все А без теней Лицо будет плоским И не очень похожим И последний рисунок Фигура человека Это ты научишься делать не скоро Здесь много труда И много знаний Придется даже изучить Как человек устроен Какой у него скелет Какие на скелете мышцы Вот голова, например Считается, что она семь раз помещается На человеческой фигуре А плечи А руки Ноги Но я передаю тебе кисточки Ее ведь тоже интересно послушать Для работы мне нужны краски Краски бывают разные Вот эти картины, например Написаны масляными красками Я сказала написаны не случайно Когда художник работает красками Говорят, что он пишет картину Слышал слово живопись? То есть пишут, как живое А карандашом рисуют Итак Вот эти картины Написаны масляными красками Или, как говорят коротко Написаны маслом Ты, наверное, подумал Сливочным маслом Ага Или растительным Ну, в общем-то Растительное масло В этих красках есть Но оно смешивается Со специальными Разноцветными порошками Пигментами Их получают Из разных камней Ты ведь видел Камушки бывают Синие, зеленые Желтые, красные Некоторые из них Можно растолочь в порошок А затем смешать его С растительным маслом Из основных цветов Легко получить много других Желтые с черной, например Дадут коричневый цвет Желтые с красной Оранжевый Желтые с синий Зеленую краску А вот зеленые с красной Тоже станут коричневой Синяя с красной Вот тебе фиолетовый И много-много других Эти краски Хранятся в тюбиках Чтобы не высохли Когда они нужны Их выжимают Из тюбиков На палитру Палитра Это такая доска На которую Ну ты понял Теперь ты напишешь Картину? Нет Я кисточка акварельная Я работаю с акварелью Акварель Это водяная краска Аква По-латыни вода Потому водяные краски Называют акварелью Есть еще правда Гуаш И темпера Они тоже легко Смешиваются с водой И уже жидкими Ими рисуют по бумаге Это моя работа А для живописи маслом Есть специальные кисти Одна из них Моя подруга Познакомься Да Для работы маслом Нужен еще мольберт Нужен холст Это такая плотная ткань Ее натягивают На деревянный подрамник Теперь холст Нужно загрунтовать То есть наложить грунт Белый фон На котором краски Будут смотреться Еще ярче Ну а пока грунт Чуть-чуть подсохнет Моя подружка Научит тебя Рисовать акварелью Акварельные краски Как я уже говорила Легко разбавляются водой И чем больше воды Тем цвет прозрачнее Чем меньше Тем гуще цвет Акварельные краски Тоже хранят в тюбиках А также и в сухом состоянии Как таблетки Я начинаю И помни Чем больше воды Тем прозрачнее краска Только по мокрой бумаге Нельзя водить кисточкой Туда-сюда Получаются Такие бумажные комочки Бумага темнеет И рисунок испорчен А потому Прежде чем начать рисунок Нужно хорошо знать Что ты хочешь изобразить Чтобы легко Пройтись мокрой кистью Оставляя мягкий Светящийся след Вот Слились края И уже новый оттенок На бумаге Водяные следы Ах, как красиво! Да, настоящая акварель! Теперь сохнет мой рисунок А мой холст подсох Палитра На палитре краски Начали! Продолжение следует... Привет! Здравствуй! Это что? Ты? Это я Но не я нарисовал То есть написал Это живопись Портрет маслом А кто? Не знаю Я спал Ладно, не важно Я вот тебе книжки принес Давай пока начнем С самого простого Раскрасим рисунки Это тебе А это мне И цветные карандаши И точилка И все у нас получится Главное Желание Раскрасим рисунки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok